добрый день друзья сейчас вам расскажу о своих покупках сделаю небольшой обзорчик девочки посмотрите какую я приобрела красоту да и эта красота называется поддон для садовых работ green basics lime green вставляете красиво вот теперь я буду в таком поддоне заниматься со своей рассадой своими горшочками цветочками и надеюсь когда буду вам снимать то вам тоже будет радостно смотреть мои ролики но цвет его знаете какой вкусный красивый хотя жутко непрактично и я это уже понимала в магазине но не смогла удержаться и и купила поддон именно такого цвета хотя там был такой знаете темно-зеленый вот как листва бывает такая темно-зеленая вот такого цвета был поддон и я знаю что тот поддон более практичный цвет вот этот цвет уже когда я его мыло я поняла что это будет не очень все легко что нам девочкам все же надо красивенько боже мой ну вот так вот еще из красивеньких вещей я купила лейку кстати если вас интересует цена этого поддона да она не дешевая я вообще ее видела за 1600 это цену этого поддона за 1600 мне он датал достался до 1280 конечно это тоже дорого ну что делать для себя это любимый были поддоне не могу купить за тысячу рублей что и вот такую лейку купила уже она не дешевых но я уже не постеснялась отказаться от нее на кассе ну 400 рублей она стоит это близко к этой цене но удобно и чем что наливать вот так сверху и у меня не было леечки вот таким длинным носиком ой держите меня держите до девчонки вот такие мы транжирки эти садоводки ну а теперь покажу что же я еще купила в общем все остальные покупки у меня были связаны с орхидеями с моим новым увлечением пена стекло для орхидей универсальный субстрат почву улучшитель и дренаж еще ничего не читала не изучала я видела в интернете что девчата им активно пользуются конечно же я купила керамзит для цветов тоже понятное дело что для горшочных цветов я купила я также уголь древесный тоже там добавляется для орхидеи почву цену не буду называть я думаю это не столь важный да и еще вот такой купила премиум субстрат для орхидеи ну в общем взяла я пробник такой да посмотрю потому что слышала от девочек что бывает грунт для орхидеи весьма некачественный какой здесь я пока не знаю вот буду заниматься орхидеи тогда уже вам все это в деталях расскажу так дальше я купила вот для орхидей такое комплексное удобрение для всех видов орхидей что здесь про него написано так масса 300 грамм 15 15 гумат калия и микроэлементы вот таких я купил лишь три пакетика дальше биостимулятор и роста развития орхидей фирмы август так что здесь интересного написано природный регулятор роста обладающий иммуностимулирующий и антистрессовой активностью улучшает приживаемость перри пересадки активирует переход к цветению корнеобразованию и росту орхидеи обеспечивает яркое продолжительно цветение повышает устойчивость болезням вредителям и стрессовым ситуациям вот таких два биостимулятора приобрела кристаллон цветочный но я о нем слышала вифертика для цветения водорастворимое удобрение для цветочных культур и для роз и хризантем петуний гербер и орхидеи в общем для всех комнатных растений 20 грамм на 10 литров магнитут и микроэлементы в общем вот такое удобрение взяла но у меня вообще блин полно уже всяких этих удобряшек и вот еще что-то взяла цион тоже для орхидей ионитный питательный субстрат цион для орхидей создает поддерживает оптимальные условия для гармоничного роста полноценного развития всех видов орхидей укрепляет корневую систему и листовой аппарат растения способствует активному образованию цветоносов длительному цветению и успешному восстановлению поврежденных растений он вносится в прикорневую зону растений аккуратно распределяет его по объему контейнера полете водой девочки если кто-то пользовался подскажите нужно и я хоть приобрела покупочки для моих орхидей возможно как в чем-то вы уже пользовались а может быть в чем-то уже разочаровались так что жду ваших советов приобрела два горшочка для орхидей они разные они оба прозрачные ну так более полупрозрачный вот этот прозрачный он вот с такой горкой я понимаю что это важно для орхидеи а у этой в общем я не хочу отклеивать хотя наверно это можно сделать да вы видите тут у меня водичка этот у меня тоже уже грязненький думаете почему потому что я уже приобрела две орхидейки новые и они меня уже в этих горшочках живут сейчас покажу ой вот такие орхидейки я приобрела до орхидейки я приобрела со скидкой ну где-то 300 рублей с копеечками они у меня вошлись я не знаю тут название есть или нет полинопсис тоже написано в общем поразбираться можно попытаюсь поузнавать что это за орхидейка но я хочу сказать знаете какие корни посмотрите какие корни хорошие есть теперь уже опытные я уже теперь знаю что выбирать в орхидейки видите корни хорошие поэтому я сейчас не планирую ничего потрошить научена уже опытом девочки мне сказали что я зря распотрошила ту орхидею которую мне подарил сын она сейчас у меня с открытыми корнями стоит собираюсь сделать какую манипуляцию сделаю отдельно ролик по этим орхидейкам вот сейчас я просто показываю какие орхидейки я приобрела и вот еще одна орхидейка тоже фаленопсис смотрите тоже какие хорошие корни у нее зеленых я имею ввиду много толстенькие но так как они идут со скидкой то это наверное не случайно правда друзья мои поэтому здесь нужно очень аккуратно мне к ним отнестись и внимательно даже не столь аккуратно как внимательно так что я с ними буду делать как я с ними дальше поступлю я расскажу в отдельном ролике так что у меня теперь друзья мои три орхидейки очень даже счастлива я своими красоточками не знаю еще как с с ними обращаться как их выращивать но уже счастлива люблю потому что эксперименты девочки так что еще не показать а ну и это еще не все сейчас я вам еще покажу какие я приобрела грунты так один грунт называется волшебная грядка грунт питательный универсальный 20 литров для рассады и цветов содержит биодобавку ну посмотрим хорошие 0 нет это кстати буйские удобрения буйские удобрения как бы себя зарекомендовали хорошо так что надеюсь что не подведут и с этим грунтом а второй грунт я купила вот такой гортензии садовые грунт прессованный робин грейн фирмы меня же есть теперь уже и крупнолистные гортензии поэтому для них вот приобрела специально грунт 25 литров и еще я купила вот такой клематис этот клематис называется тайга идеален для балконов обильное цветение для вертикального озеленения интересный красивый такой цветочек необычайный в общем это многолетний ли она до четырех метров не требовательна к почве отличается устойчивостью к низким температурам засухи быстрым ростом ярким обильным и продолжительным цветением на однолетних двулетних побегах это японский сорт цветочки махровые фиолетово-голубые зелено-желтым кончиками лепестков цветет все лето на побегах текущего года так обрезка сильная третья группа ну вот я как бы знаешь для нашего климата важно чтобы обрезка была третья группа то есть так как у нас урал ну и вот такая садинка красивых смотрите сейчас я ее вытащу и вам покажу вот такому укутанном салфанчики вот такой росточек но росточек зелененький и вот уже даже пошли такие зеленые листочки так что нужно уже думать что делать с ним скорее всего надо его уже сажать горшочек так как он начал уже расти если бы почки были спящим можно было положить прохладное место а вот в этой ситуации я думаю что его нужно уже сажать так а второй клематис у меня вот такой эрнест маркхем скажем так когда я выбирала тоже выбор я сделала правильное что многолетняя диана до четырех метров декоративно не требована почве умеренно растущий сорт поздно но обильно цветущие цветки искристые сочно-красные слегка бархатистые с кремово-коричневыми тычинками также написано что это обрезка сильная третья группа особенно хорош для выращивания на солнечных местах но я все-таки сделала огромную ошибку представляете я выбирала выбирала сорта акустика выбрала плохо представляете вот он вообще даже не знаю живой он там или нет так что вот такие дела вот так мы покупаем растюхи тоже буду вот его распечатывать и смотреть или плакать или огорчаться что мне даст это растение не знаю ему покажет я вам тоже покажу а на этом все друзья обзор я свой заканчиваю всего вам доброго подписывайтесь на канал заходите в гости желаю вам здоровья пока пока